Привет, ребята, и мы на канале с Филарсом, и сегодня у нас будет уже регулярная рубрика на моем канале, это оформление ежедневника. Сегодня мы будем оформлять ежедневник на апрель 2021 года, я нашла в Пинтерсе немного очень классных идей, конечно, вы знаете, откуда у меня растут руки, и я не уверена, что все получится, но тем не менее, идеи очень сильно крутые, и я их попытаюсь максимально правдоподобно и круто повторить. Мой ежедневник, многие из моих подписчиков уже его узнают, но в июле примерно мне нужно будет его уже заменять, и в принципе я хочу его на более, можно сказать, удобный. В общем, что мы будем сегодня оформлять? У нас будет два разворота, первый это разворот для привычек, то есть выглядит это все примерно вот так вот, это какие-то определенные привычки, то есть туда записываю какие-то тренировки, съемки видео и так далее, то есть более, знаете, такие рутинные вещи, которые мне нужно будет делать. Весь прикол в том, что он уже пропечатанный, то есть здесь особо ничего не оформишь, но я пытаюсь что-нибудь придумать. И второй разворот это на неделю для более самых важных дел, он вот так вот выглядит, тоже пропечатанный, тоже особо ничего не оформишь, именно этим он мне не нравится, потому что как бы здесь особо ничего не нарисуешь, не наклеишь, потому что будет занимать много места. Ну а перед тем, как мы приступим, я советую подписаться на канал Даши, у нее очень атмосферное и эстетичное видео, так что давайте ее поддержим, ссылка на ее канал будет в описании под видео, ну а мы начинаем, погнали. Итак, первым делом мы будем оформлять разворот на месяц для привычек. В Пинтересте я выбрала идею и скажу, что она будет занимать много места, но так как я пишу там только расписание тренировок и выход видео, мне подходит отлично. Не спрашивайте, почему я написала март, я это заметила только при монтаже. Я выбрала дизайн в виде двух веточек по разным углам с голубикой или похожими ягодками, не могу сказать, что первая ветка вышла шикарно, но явно лучше всех моих ожиданий. Далее я проставляю даты, я решила их проставлять с черной ручкой и не выделять, с этим дизайном мне кажется, так будет смотреться эстетичней. Далее рисую такую же ветку, только в другом углу, я разукрашиваю ягодки, но это было ошибкой, так как потом я буду вытирать простой карандаш и соответственно сотрется цвет, но ничего, мы продолжаем. Продолжение следует... Я обвожу все черной ручкой и все начинает вырисовываться, мне уже начинает нравиться, а также я прорисовываю небольшие линии на листочках, мне кажется так смотрится реалистичней. Но вообще всегда, если что-то не получается, нужно вырисовывать, перерисовывать контур черной ручкой, потому что всегда так смотрится, как по мне, намного лучше и по крайней мере, мне кажется, я всегда так спасаю немного ситуацию. Продолжение следует... Далее, как я уже сказала, я вытираю простой карандаш и разрисовываю ягодки в светло- и темно-фиолетовых цветах. Продолжение следует... Также решила разрисовать уже пропечатанные детали, а именно сердечки внизу и сердце вверху, так все смотрится в одном тоне. И проставляю небольшие черные точки в виде как пыли, мне кажется, так смотрится лучше. И пока у нас получается примерно таким образом. Далее мы переходим к развороту на неделю, я проставляю даты и пишу месяц, и тут я тоже совершила ошибку и написала март, и конечно же заметила только на монтаже. Но ничего, этот разворот я буду делать в желтых цветах с лимонами, посмотрим, что получится. Я выбрала два небольших окошка, там где буду рисовать лимоны. И также возле месяца я решила тоже нарисовать лимон. Они, конечно, немного похожи на груши и что-то по типу того, но так как я криворукая, получается более-менее. Далее я их разрисовываю и ставлю блики черной ручкой, ну и конечно обвожу контур. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее я выделяю даты текстовыделителями, так как на каждый день свой цвет, разрисовываю желтым самолетики вверху. Также мне захотелось написать какую-то фразу на английском, я ее выделяю и также рисую по типу небольших листочков, вроде смотрится нормально. И вот такой у нас получился первый разворот, мне кажется довольно-таки отлично получилось. Вся проблема в том, что он у меня пропечатанный и вышло, что в ветке занимает много места, но мне подходит и все нравится. А вот и второй разворот, мне он тоже очень нравится и как по мне получился довольно-таки красочный и смотрится уже по летнему, хоть и лимоны похожи на груши. Это было все, надеюсь вам понравилось это видео, с вами была ваша София Ларсен, до новых встреч, пока-пока!